Материал, чтобы вы сделали группу фотографий, вы выбрали две, и какой-то коротень резюме, кто участвует, кто импортфактор по базе данных, он есть, виламерен, представлен, можно там знакомиться, там все пользоваться. Спасибо. Маслова Валентина Валовна, это ведущий специалист в области лимфикатурологии, мы все в странах СНГ именно по ее учебникам учимся, мы постоянно цитируем, потому что она действительно одна из участников этой революции, вот этой когнитивной, лимфикатурологической, как говорится, если так нужно будет позитиваться. Добрый день. Наш научный руководитель, наш консультант, наш консультант, наш консультант, он заместитель директора по научной работе, я удачу стала, вам как пожелать. Доктор, наук, профессор, он химик, генетик, биохимик, генетик, на нашу работу, на учебную кардинию. Что еще? Ну, а я милости просил в наш институт. Я надеюсь, не в последний раз, а вообще говоря, мы семинары проводим регулярно, у нас будут еще интересные семинары, до конца этого учебного года, и будет их несколько, немало, скажем так. Так что, в общем, приглашаем, и теперь вы дорогу знаете, но мы можем и более организованно сюда привозить. Уважаемые коллеги, я рад снова вас приветствовать здесь, в нашем институте перспективных гуманитарных исследований и технологий. Я хотел бы, поскольку у нас сегодня есть ряд приглашенных исследователей, экспертов, которые согласились приехать на наш семинар, я хотел бы, может быть, сделать небольшое, вводное, такое буквально краткое вступление в нашем институте, и дальше я тогда передам слово Ринату Ибрагимовичу, который будет вести нашу научную часть. Значит, наш институт перспективных гуманитарных исследований и технологий был основан в 2012 году. Этот проект был реализован в рамках программы стратегического развития нашего университета, и, может быть, как вы знаете, в 2011 году проводился большой конкурс Минобра по программам стратегического развития, и наш университет, один из немногих гуманитарных вузов, выиграл этот грант по программе стратегического развития, и одним из существенных, таких важных элементов этой программы стратегического развития было создание института перспективных исследований. Институт перспективных исследований, или, как мы его называем в английской транскрипции, Russian Institute for Advanced Study, он создан, собственно говоря, по классической схеме института перспективных исследований, или Advanced Study, как это работает, в принципе, сейчас во многих странах Европы, и особенно, конечно, в США. Такая модель появилась впервые в Соединенных Штатах Америки, в Принстоне. Одним из самых знаменитых получателей гранта такого института в Принстоне был Эйнштейн. И, конечно, во многом сейчас американская наука, она строится на базе таких грантов. В чем идея? И какой-то университет, который или институт объявляет конкурс на получение индивидуального финансирования по своим научным проектам на гранты. Ученые, заинтересованные в получении такого индивидуального гранта, подают заявку, заявка оценивается с помощью экспертного совета, и, соответственно, такой ученый, у которого заявка поддержана, он приезжает и имеет возможность работать в таком институте на какое-то время. В Европе такая система институтов достаточно здорово распространена. Сейчас в 18 странах Европы существуют такие институты. Европейская система называется NET-EAS. И, собственно говоря, идея такого института, мы, на самом деле, сделали определенную кальку. Мы постарались сделать, насколько возможно, хорошо ее. И мы сразу ориентировались на то, что этот проект будет международным. То есть мы старались, чтобы в нашем проекте, в каждом из тех наборов, которые мы делали, чтобы участвовали иностранные и эксперты, и те люди, которые подают заявку на наши гранты. Но нам, собственно говоря, удалось уже провести сейчас три таких конкурса. Плюс к этому еще было два внутреннеуниверситетских. Но, конечно, как проба пера мы сделали первый внутреннеуниверситетский конкурс. Поддержали молодых ученых университета Шолохова в их научных изысканиях денежными такими грантами. Но это была именно проба пера. Дальше мы уже провели международный конкурс. Первый – это была программа на три месяца. Она стартовала летом 2013 года. По сути, с середины 2012 по 2013 год мы создавали инфраструктуру этого института. Это была большая работа очень, потому что здесь надо было все заново выстроить, все оборудовать и так далее. И мы старались сделать так, чтобы работать и жить здесь было максимально комфортно, насколько это позволяли средства университета на тот момент. Ну, собственно говоря, нам это, мне кажется, удалось во многом. То есть мы создали действительно неплохие условия. И даже многие из тех, кто бывал на программах, аналогичных, но за рубежом, других таких институтов, говорят, что это либо сопоставимо, либо лучше. Ну, основной моделью, которая у меня была перед глазами, это был институт в Нидерландах, который существует, такой Низвеланс институт в Федерстаде, он тоже гуманитарный большей частью. Он находится также не в мегаполисе, а в лесу, так отдаленно от города. И во многом он на нас, или мы на него чем-то похожи. Но только там немножечко больше у них возможностей. У нас одновременно может работать 12 исследователей, и у них 36. Ну, вот, собственно говоря, в этом разница. Но они начали такую работу в 1975 году, но только сейчас. Поэтому у нас все впереди, наверное. И, значит, как я уже сказал, у нас было проведено 3 международных конкурса. Конкурсы с помощью, именно за рубежом мы проводили с помощью во многом тех возможностей, которые предоставляет Федеральное агентство МИД России Россия Россотрудничество. Они имеют возможность в 60 странах мира работать и с научным сообществом, и с отечественниками, проживающими за рубежом и так далее. И опираясь на добрые взаимоотношения с ними и на партнерский договор, мы, в принципе, вышли на то, что мы проводим этот конкурс широко, и этот конкурс освещается очень широко за рубежом. На данный момент у нас на 3 наших конкурса было, ну, по сути, на 36 мест было подано более 500 заявок из разных стран мира. У нас в нашей программе принимали участие исследователи из разных стран уже за это время, хотя их было не так много. Каждый из этих исследователей для нас огромная ценность, потому что мы в него вкладываем всю возможную душу и так далее. Потому что, в принципе, собственно говоря, для этих исследователей вся эта программа построена, потому что вся эта программа крутится вокруг них. Мы стараемся максимально сделать, чтобы он был здесь комфортный и хорошо работает. Ну, соответственно, конкурсы, как я уже сказал, были большие, но то есть у нас более 500 заявок, и были исследователи из Венгрии, из Польши, ну, конечно, России, само собой, из Узбекистана теперь, из Армении, ну и так далее. То есть были ученые из Франции, Италии, разные были проекты, они были каждый уникальный, каждый интересный. И я надеюсь, что и в дальнейшем это будет так, потому что планы на развитие существуют и достаточно интересные. И в связи с тем, что, в принципе, здесь сейчас среди нас присутствуют эксперты в области филологии и культурологии из разных ведущих московских университетов, я, конечно, призываю вас в том числе в дальнейшем, может быть, с нами активно сотрудничать. Ну, конечно, в данном случае в плане, скорее всего, экспертизы. Мы очень нуждаемся в квалифицированной экспертизе, поступающей к нам на конкурсы заявок. И, конечно, если будет такая возможность, если вы согласитесь войти в состав экспертного совета нашего института, то мы будем очень рады. Надо сказать, что экспертный совет нашего института сейчас – это 126 ведущих специалистов. В составе этих специалистов, причем в разных областях они специалисты. И в рамках экспертного совета с нами сотрудничают два академика российско-академии нового, два члена-корреспондента российско-академии нового. Это все руководители крупных академических институтов в разных направлениях, как я уже сказал. Ну, и мы будем очень рады сотрудничать с вами в плане экспертизы. Ну, и, конечно, если мы будем проводить следующий конкурс, я, может быть, рассчитывал бы на вашу помощь и поддержку в плане, может быть, подбора хороших кандидатов на участие в нашей программе. Программа эта у нас рассчитана от 3 до 10 месяцев пребывания здесь в институте. То есть, может быть, 3, 6 и 10 месяцев. Конечно, понятно, что очень сложно бывает иногда отлучиться от своих дел на 10 месяцев, но могут быть разные комбинированные варианты. И, скажем, 3 месяца, может быть, или там 10, это уже надо договариваться. Конечно, это всегда мы идем навстречу, особенно если проект интересный. Ну, это вот такая краткая вводная часть по поводу нашего института. Он, на самом деле, действительно очень интересный. Это интересный проект, он единственный на данный момент в российской системе образования. Так, пожалуй, никто пока еще не работал. И, вы знаете, на самом деле, он за это время, небольшое время существования нашего института, он продемонстрировал достаточно хорошую эффективность. Ну, для вузов, в первую очередь, конечно, для МГГУ Шолохова это было важно в плане еще многих вещей. Ну, в частности, первое, конечно, это увеличение количества и качества научных публикаций. Особенно те, которые входят в базу данного скопа, в сайенс и так далее. Вот в этом смысле мы сумели в какой-то степени качественно изменить ситуацию в плане публикационной активности в рамках всего университета в целом. И во многом наш пример, может быть, подстегнули другие подразделения университета на аналогичную работу. Потому что должен быть задан какой-то стандарт. И в данном случае, в какой-то степени, мы этот стандарт сумели, в общем-то, в нашем университете как бы задать. Это первое. Но второе, здесь, конечно, с помощью такого института нашему университету удалось во многом выстроить партнерские отношения с очень многими интересными структурами научными и структурами госвласти в том числе. И это тоже для университета в целом очень большая ценность, потому что каждая из этих связей, каждое партнерское отношение с каким-то университетом за рубежом или здесь, внутри России, это всегда очень важно. Это то, что дает дальнейшее развитие. И, собственно говоря, это развитие может быть очень многовекторное. И здесь сложно ожидать даже конкретный результат, потому что конкретных результатов может быть очень много. Ну и, конечно, те интересные проекты, которые реализованы были в рамках вот этих вот программ, они тоже все очень цены для нас. И я думаю, что это хороший пример, может быть, и для других университетов, в том числе, в плане увеличения качества и количества академических админов, в том числе. Вот краткое такое вступление. Леонид Абрагимович, прошу вас, пожалуйста, сегодня у нас интересный научный доклад, и, однозначно, здесь будет очень интересная дискуссия. И я, может быть, кратко хотел бы представить наших приглашенных экспертов сегодня. В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В.В Вот этот журнал. Это Ринц. С хорошим парфактом. Зоя Георгиевна Прошина, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теории преподавания иностранных языков, факультета иностранных языков и религионоведения в ГГУ имени Ломанусова. И является членом Редколлегии Международного журнала Форта Инглишес, Оксфорд, Бостон и The Journal of Asia TFM. Возьмите нас. Бахти Кирееву, Данай Максутовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и международной коммуникации в факультете гуманитарных и социальных наук РУ Дэйн. И тоже научный редактор журнала филологической науки и научного доклада Высшей школы. Я прошу прощения, если вдруг я что-то не так сказал. Но я еще раз рад приветствовать вас всех здесь, в нашем институте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!